всем добрый вечер сегодня мы ведем прямой эфир с города салоники сейчас мы подождем пока подключиться наши слушатели и присоединимся к студии весь час находится наш доктор доктор лакос который ждет ваших вопросов и прямом эфире сегодня будет на них отвечать присоединяйтесь пожалуйста пока все собираются я немножко расскажу о докторе который сегодня с нами это специалист по это хирург ортопед который работает в клинике ангиус лукас городе салоники мы сделали для вас специальную публикацию о тех операциях которые он проводит при помощи оборудования это роботизированное протезирование коленного протезирование колена коленного сустава и сегодня мы будем говорить не только об этой операции но и всех возможностях которые предлагают современное оборудование в клинике и опыт доктора сейчас мы ждем когда к нам присоединятся наши коллеги студии наш офис в салониках в районе коломарья gmt medical group и мы подключим и для того чтобы уже доктор увидели доктора и услышали ответы на его вопросы пока все про все присоединяются буквально несколько слов о докторе доктор учился и работал в разных клиниках германии и греции надо сказать что очень многие врачи европе и греции в особенности они это так заведено они работают по всей европе не только в самой греции получают всесторонний опыт в частности наш доктор лакос получил получил образование и практику в клиниках германии он там специализировался по сосудистой хирургии а уже в 2000-х годах когда работал в разных клиниках в греции в частности в городе салоники уже в университете аристотеля у нас есть там медицинский факультет он получил специализацию по ортопедии и собственно с 2011 года он работает хирургом ортопедом в клинике агиус лукас в салониках и настоящий момент мы ждем когда он к присоединиться сейчас один момент мы ждем когда на присоединиться лимтипе medical group наши коллеги из офиса для того чтобы подключить их к прямому эфиру сегодня мы будем говорить роботизированным протезирование но не только об этом часто бывает мы сталкиваемся с тем что при каких-то ситуациях у нас начинают говорить о себе да давайте себе суставы коленные суставы локтевые суставы что может вызывать дискомфорт в каких-то случаях нам удается обойтись консервативным лечением но в каких-то случаях к сожалению приходится дело вступать хирургом и уже о том как это происходит и каким образом производится эти манипуляции мы сейчас с вами и поговорим мы сейчас ждем когда к нам присоединятся наши коллеги из студии буквально несколько минут пока у нас техника вся сработает так как нам необходима мы рады приветствовать вас сейчас одну минутку сейчас коллеги переключатся вы уже видите что сейчас уже в студии находится наш доктор доктор томас лакас переводить нам сегодня будет помогать моя коллега координатор медицинских программ которая говорит на русском и на греческом языках и когда вы к нам обращаетесь за помощью мы всегда переводим все документацию которую мы от вас получаем на греческий язык делают это специалисты которые прекрасно понимают как грамотно нужно перевести медицинские термины с русского языка на греческий чтобы доктор это понял и уже доктор дает нам рекомендацию заключения по тем программам манипуляции которые необходимы для каждого пациента в отдельности и эту информацию мы уже вам направляем и дальнейшем когда вы приезжаете грецию и поступаете либо на лечение в клинику либо на реабилитацию наш центр анагеноси вы всегда вас сопровождает наш координатор который говорит на греческом на русском языках то есть вы всегда чувствуете поддержку это плечо которая да всегда на связи девочки всегда на связи с вами всегда сопровождают вас либо в клинике либо вы находитесь на связи если вы возвращаетесь в апартаменты и по любых вопросам можете в любое время суток связаться с ними и сообщить любую информацию проконсультироваться через них уже с докторами что очень удобно и комфортно сейчас одну минуту это мы сделаем Добрый вечер. Ожидаем связи со студией, где находится наш доктор. Пока мы ожидаем наших коллег, я хочу еще несколько слов рассказать. Я думаю, что вам безусловно интересно, какая сейчас обстановка у нас в Греции. В Греции сейчас находятся в режиме карантина, то есть мы все находимся максимально на удаленной работе, максимально дома. При этом все медицинские учреждения работают, все организации работают. И в обычном режиме. Наши коллеги, все сотрудники компании работают в обычном режиме. Калисперасе. Калисперас, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Извините, у нас, да, у нас были маленькие технические проблемы, сейчас мы готовы. И здесь у нас доктор Лакос и Марина нам помогают тоже перевод сегодня. Окей, замечательно. Доктор Лакос. Калисперасе. Калисперасе. Добрый вечер. Мы очень рады, что вы к нам сегодня присоединились, огромное спасибо. Мы знаем, как она сейчас высокая загрузка у всех медицинских работников. Знаем, мы очень рады, что вы к нам сегодня присоединились, агромное спасибо. Калисперасе. Па рокуле, дύσκολо. Και дύσκολοι кири, βρίσκουμε хрону, ώστε να βρισкόμαστε και να απαντάμε κάποιες βασικές ερωτήσεις, σε κάποια βασικά хирургия που κάνουμε. Добрый вечер. Ну, несмотря на то, что, да, действительно, тяжелый сейчас период, но находим вот время для того, чтобы поговорить и дать какие-то ответы на ваши вопросы. Спасибо огромное. Ну, собственно, наверное, первый вопрос, он связан с темой нашего сегодняшнего эфира. Он звучит так. В каких случаях применяется ортопластика коленного сустава? Это то, о чем мы сегодня будем говорить. То есть, в связи с какими показаниями? Взгинете и ортопластики ту гонотос, есть, и не и инвикси, я имею от этой темпаси. Лοιπόν, ας αρχήσουμε το βασικό. Ортопластики гонотос, είναι, όταν αλλάζουμε το γоното. Давайте идем в самом начале. Έχει катастрофия по актрититам. Под артопластикой колена мы подразумеваем полную замену коленного сустава, что означает, что коленный сустав разрушен. Во-первых, у пациента есть боль. И, во-втором случае, у него есть потеря стабильности. В этих ситуациях, κάνουμε την легомене ортопластикой гонотос. Дηλαδή, αλλάζουμε το γоното. Мы делаем ортопластику колена, то есть, меняем столенный сустав. Упартамент двух технологий здесь. Упартамент классический, ортопластический. Есть несколько методов, один из которых это классический метод замены сустава. Окупема, πάμε, ковываем, κάνουμε την томή, πάμε μέσα στο γоното, аферруем το халашμένο κоммати, метраме, περίπου, по сине, и топотетуеме то υλικό. В данном случае, что мы делаем? Делаем обычный, как операционный надрез. То есть, убираем пораженный участок и заменяем его новым, то есть, измеряем нужный кусок, можно сказать, и заменяем его новым. То есть, что мы можем, что мы можем, чтобы мы сейчас присоединили, на то, что в Салонике, это новое роботическое гоното, которое мы сейчас можем в нашей клинике в Салониках предоставить. Это роботизированная система и операция проводится на ней. Что означает? мы подсоединяем к пациенту, компьютер и эту роботизированную систему. то компьютер и робот метрают то гонато измеряем в свою очередь, компьютер вместе с роботом измеряет участок паразонной и точные его размеры. И, в конце концов, после того, как у нас появляется полная картина на экране, по-разному, что нужно произвести, мы начинаем работать так называемой роботизированной рукой. Таким образом, мы с помощью этого системы у нас есть возможность работать даже на миллиметрах. что касается именно замены сустава. Происходит это со стоверностью источностью до миллиметра и очень небольшая потеря крови. Без не нужны ковыщие перед субъектами и субъектами и субъектами избегаем того, чтобы разрезать участки около пораженного участка. у нас нет поражения в тех местах где нет поражения. Мы избегаем их надрезания. И так как это все проводится минимальных размеров, три часа спустя операционное вмешательство уже пациент может встать и ходить. Необходимо пребывание пациента в клинике в течение 24 часов. И с помощью этого мы избегаем больших дней госпитализации. что касается разницы между классической артрофластикой и роботизированной в общей картине можно описать ситуацию в таких словах. Спасибо огромное. Возникает вопрос. Если пациент хочет приехать из стран СНГ на данную операцию, каковы его действия, что ему нужно сделать для того, чтобы попасть на эту операцию к вам. Если какие-то с теми с теми с теми желательно обеспечить и делать НПМ СССР, что нужно делать? Для начала мне нужно просто снимать чтобы я посмотрю то есть по разумным участкам и ко мне άλλя эксцентази или больше ничего на первом этаже? Аυτή είναι διαφοра, дляτί в άλλя системе χρειάζονται акционические, магнетические и и альтернативные эксцентази и здесь не нужны никакой роботики не нужны никакой эксцентази акционические ни магнетические ни альтернативные для того, чтобы я могла возможность провести операцию именно на роботизированные системы не достаточной рентгеновского снимка. То есть не нужна ни АЛКТ ни АМРТ ни каких других более подробных исследований не нужна. Аυτό σημαίνει ότι μπορεί πολύ εύκολα να αποπασίσει και ό,τι χρειάζεται τα κάνουμε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Το робот αυτό έχει ένα μηχάνημα όπου καταγράφει όλο το γόνατο. Γι' αυτό ευκολογητή. При помощи роботизированной системы мы можем видеть колено изнутри, то есть видеть все пораженные участки и все то, что мы могли бы увидеть, например, в компьютерной томографии. Поэтому и нет необходимости проведения каких-то других исследований. Мы видим полную картину при помощи этой роботизированной системы. Хорошо. Вы уже ответили на вопрос что примерно 24 часа требуется на восстановление после операции. Как Вы считаете, сколько времени после операции нужно будет находиться в Греции? Нужна ли будет какая-то дополнительная реабилитация или контрольные осмотры? Когда мы находимся в доме и мы говорим 24 часа. И мы можем следить от экзотерика. Показываю, κατά τη гнώμη σας, πόσο διάστημα θα πρέπει να μείνει στην Ελλάδα για να γίνει ίσως κάποια επενεξέταση από σας και εκ των υστέρων ή άλλο θα χρειαστεί κάποια παρακολούθηση από σας ή από άλλους γιατρούς У нас есть определенный протокол для обеспечения и предназначительного протокол для обеспечения. В первую очередь, у нас есть примерно 7 месяцев в Европе. И это для того, чтобы узнать в первые месяцы, как это будет, чтобы не было обеспечения флегмонии, какие-то обеспечения, которые были достаточно спальними, Но в данном этапе необходимо пребывать около семейной грязи для того, чтобы наблюдать пациента, чтобы не разбили какие-то воспользовательные процессы. И спустя этот промежуток времени, он может вернуться уже к себе на родину. Как я уже говорила ранее, спустя несколько часов после операции, пациент встает и начинает ходить. Мы заботимся о том, чтобы швы, которые мы накладываем наружные, были какого-то типа, которые рассасываются сами, чтобы не нужно было обращаться к специалистам для того, чтобы их удалять. Спустя шесть недель после проведения операционного вмешательства, мне будет необходимо, чтобы пациент прислал мне снимок, флюорографию коленного состава. И одно небольшое видео, как он ходит. И еще спустя три месяца еще один снимок, и после этого, в принципе, больше уже ничего не нужно. Звучит очень здорово, что можно, в общем-то, достаточно короткий срок решить такую важную сложную проблему. И все это будет хорошо, так и очень сильное проблем. В самом деле, у нас есть развития от фронтопластиков, с таким способом очень большой болезнодии. В этом производстве была очень большая. distintos процесс, связи с помощью робота, часто это действительно очень впечатляет. Что касается классического метода артопластики, здесь мы говорили бы о приблизительно 10-15 дней физиотерапии и потом, спустя еще месяц-полтора, может быть, больше, нужно было еще проводить какие-то процедуры. В данном случае роботизированной системы, то есть роботизированной этой методики, мы говорим, что вообще, в принципе, не нужно проводить никакие физиотерапии. Если есть желание у пациента, он может провести несколько сеансов. Еще такой вопрос. И это действительно очень впечатляет и дает интересное то, что продвижение технологии... Здорово и действительно интересно какая разница между классическим методом и методом... Это очень впечатляет. И это очень впечатляет. И это очень впечатляет. Вы знаете, даже мы, врачи и медперсонал, который знает, как восстанавливались пациенты раньше и сейчас при помощи этой методики, то это действительно впечатляет. И мы об этом говорим каждый день. И у нас самих это впечатляет. Здорово. Надеюсь, что наши слушатели сейчас нас прослушают максимальное количество наших подписчиков и узнают эту информацию. Я думаю, что это очень впечатляет. Есть ещё один вопрос, зависит ли результат операции, или самоход самооперации от возраста пациента? В данной методике, возраста пациента, не играет такой большой роли. В данном случае, я хочу подчеркнуть, что данный метод показан пациентам с какими-то другими параллельными проблемами со здоровьем, которым классическая методика была бы противопоказана. В данном случае, я хочу подчеркнуть, потому что они не имеют параллельными проблемами со здоровьем, без того, что они не имеют параллельными проблемами. Эта методика действительно даёт возможность восстановить колено при помощи методики роботезирования. Есть ли какая-то разница, как быстро пациент обращается за таким протезированием с момента получения травмы или разрушения сустава? Да. Чем меньше участок поражения, тем легче будет и сама операция, и, естественно, восстановительный процесс. Но это не означает то, что если к нам обратится пациент с поражением расширенным, мы не сможем за это взяться и не можем гарантировать хороший исход операционного вмешательства. И, наконец-то, в συγκεκριμέной технике, чем больше халазан, чем больше параморфов, тем больше эффективность имеет право для работы. И что касается именно данной методики, чем больше поражение, чем более разрушен сустав, тем более, я сказала бы, показан именно конкретный роботизированный метод для данного случая. Спасибо. Есть, наверное, еще один вопрос. Мы по времени сейчас приближаемся к завершению нашего краткого интервью. Это вопрос общий по поводу основных направлений, направлений заболеваний, с которыми вы работаете в Agius Lucas. Буквально кратко расскажите для наших подписчиков, пожалуйста. Спасибо. Дальше. Часть это травмы, переломы, ушибы. И третий, это артроскопия коленового сустава и плечевого. То, что я хотела еще добавить, что касается нашего всего разговора, так как мы сейчас переживаем эпоху COVID, что касается именно каких-то возможно баязней и страхов, которые могут возникнуть к пациентам. Что касается именно конкретно клиники Святого Луфи, у нас очень, очень строгие там правила. То, что означает, что не бывает большая ситуация, что происходит в том, что происходит в клинике. Апохлируем мы, сходу, то, что происходит в том, что происходит в том, что пациент может заразиться данной болезнью в клинике. И что касается именно артроскопластических коленов, это как у нас общий разговор был об этом. Ввиду того, что госпитализация всего на СУЦКИ, не нужны психотерапии в большинстве, не нужны к центру, не нужны к центру, не нужны к центру, не нужны к центру. И так как нет нужды проводить какие-то процедуры, реабилитационные, физиотерапии, а если нужно будет, то будет малое количество. Мειώνεται и опахте на полу-космос. Ара мειώνεται и киндзюн, чтобы пасть в какой-то. Поехаете, хирургите, февги, качаете на мероприятиях, филоксините, пойдет в больницу. Поэтому снизен риск заразиться, потому что нет нужды находиться часто в медицинских учреждениях. То есть приезжает пациент, один день мы проводим, сутки, и в принципе потом он может находиться у себя дома. Неделя проходит, и еще раз, то есть я его посмотрю, и в принципе он может уезжать. То есть нет вот этого постоянного посещения медицинских учреждений и страха и риска быть заболеваемым. Хорез не αποκλείουμε фυσικά την дυνατότητα, αν κάποιος то επιθυμεί, να πάει σε ένα кέντρο αποκατάστασης и να ακολουθήσει εκεί κάποιες συνετρίες, να κάνει фυσικοтерапии, να κάνει την αποκατάσταση σε ένα ключевым кέντρο. Также мы не исключаем возможность того, что если есть самоупоказание или желание пациента после проведения операционного вмешательства, посетить закрытого типа реабилитационный центр и провести необходимые процедуры по реабилитации и физиотерапии. То есть пациент из клиники перемещается в реабилитационный центр и находится после операции 7 дней там. Звучит очень хорошо с учетом текущей ситуации действительно многие из нас волнуются в связи с тем, как организованы меры защиты в клинике. Мы все прекрасно понимаем, что это очень важный аспект правильного и успешного хода течения операции. Тем не менее, если необходимо действительно возникла такая необходимость решить такую проблему в самое ближайшее время, то это можно сделать, все меры принимаются, можно приехать на термологическое мешательство в Грецию. Я от себя добавлю для наших слушателей, что прилететь в Грецию вы можете сейчас. Мы готовим документы на так называемую медицинскую виллу, это посещение страны с целью лечения, с этими документами вы можете вращаться в консульство вашей страны за получение милы, и на текущий момент существует несколько вариантов полетов в Грецию, в основном это перелеты с пересадкой в одной из европейских столиц, тем не менее существуют удобные варианты стыковок для того, чтобы приехать к нам в Грецию и сделать такую операцию. Доктор Лакас, я хотела вас поблагодарить за время, которое вы нам уделили сегодня. Добавить, что у кого-то из наших слушателей появятся вопросы после эфира, мы с удовольствием ответим на них, можно будет прислать вопросы. Да, мы всегда отвечаем на вопросы, пожалуйста, припишите нам либо прямое сообщение в Инстаграм, либо на номер WhatsApp, который опубликован, мы с удовольствием ответим на эти вопросы. И еще раз благодарим вас за время, уделенное нам сегодня, за то, что вы пришли в наш офис в Салониках. И для наших подписчиков я хочу сказать, что следующий эфир мы проведем в следующую пятницу, у нас будет эфир с нейрохирургом доктором Зунтосом, это очень известный в Европе специалист, и в ближайшее время мы опубликуем подробный анонс об этом эфире. Спасибо огромное, и я желаю всем здоровья, и до встречи в Греции. Калабрадии Харистополи. До свидания.